И снова всем привет, мои дорогие подписчики. С вами снова Любопыт, как обычно. И сегодня я наконец-то сделал ролик по игрушке Ice Cream 2. Да-да-да. Первую часть я уже проходил, и выпустили вторую. Если честно, я собирался выпустить этот ролик ещё в субботу. Да, то есть в тот день, когда игра только что вышла. Но у меня это не получилось. Почему? Во-первых, я пытался пройти мини-игру и просрал кучу времени, потому что я потом выяснил, что эту мини-игру вообще не надо было проходить. Она, прошёл ты её или не прошёл, на основной сюжет и на основное прохождение игры это не влияет никоим образом. Ты за прохождением мини-игры просто чисто получаешь пистолет, который стреляет этими теннисными мячиками вроде, и, короче, оружие против рода. Но можно пройти без оружия. А я просрал кучу времени вот на эту чёртову мини-игру, и потом понял, что сделал это впустую. А дальше у меня уже времени записывать не было. И всё это, всю неделю я тут возился. То пуп делаю, то ещё какую-нибудь дичь, то учёба. О, вот с учёбой у меня вообще сейчас пипец какой-то творится. Ох, ладно. Итак. И вторая причина ещё есть. В этой игре были баги, из-за которой её пройти было невозможно. Вот этот род, он багался постоянно, мороженщик, в этой игре. Но теперь уже игру обновили, багов нету, поэтому я спокойно сейчас запишу. Что самое интересное, эти баги были только на нормально тяжелой экстрим. Ну, ну или, хотя не знаю, на тяжелой экстрим тоже есть, наверное, я только нормально проверял. Но на призраке этих багов не было. Странно. Ладно. Играем сейчас на нормальном. Для чего я включил обучение? Потому что там кое-какая-то будет. Итак. Вот нам показывают. С фотографии я этот пацан. Вот здесь фотографии я и типы мои друзья. Но не я, конечно, а главный персонаж. И вот как главный персонаж выглядит. Он сидит, рисует. И он Ice Cream 2 The Day After. То есть переводится Ice Cream 2. Так, это день после. Пройдите, теперь посмотри на окно и нажми кнопку взаимодействия. Я знаю, как играть. Так, ну в этот раз у нас мороженщик за девочкой охотится. Так, эй, не играй со мной, дай мне мороженое. Привет, Джей, ты идешь играть? А, то есть главный персонаж зовут Джей. Так, мальчики в тайном локове. Брат сказал, что ему есть, что мне рассказать. Ну, это, конечно, глупо. Раз ты не знаешь, что... Да, и Рот ее поймал. Я так и знал. Так, ну... Иди сюда, ты маленькая проказница. Так. Так, Лис нуждается твоей помощи. Возьми одеяло с кровати и используй его, чтобы спуститься на землю. Лис? Тупые переводчики. Блин, Лис, это Лис. Не Лис, а Лиз. Лиз, это женское имя, а Лис, это Лис. Ой, тупые переводчики. Как же я с вас ору. Так, ну тут, как мы видим, Новый год у персонажа и зима уже. Один вопрос. Если игра называется Айскрим 2 День после, вот в первой части, события первой части явно происходили летом, тогда объясните мне, какого хрена за один день после лета сразу наступила зима, а? Да, ответа на этот вопрос мы никогда не узнаем. Так, есть ли что-нибудь тут на полочках? Рогатка у нас тут снова есть. Да, раньше мы спускались по канату, кстам. А теперь, говорят, с помощью одеяла. Я уже, в принципе, знаю, что тут надо делать. Правда, я не полностью прошел эту игру. Там я дал своему брату младшему, короче, проиграть. Он ее прошел полностью, правда, на призывке. И потом показал мне концовку. Но он там еще какую-то сцену случайно пропустил. Кат-сцену, короче. Так, клавиатура взаимодействовать. Что я могу сделать? Current YouTube Channel. Написать. А, да короче, я пробовал в эту дичь убивать. Ни хрена не выходит. Так, ладно. Берем. Ты нашел канат, теперь помести его в окно. Да, прям как из тюрьмы сбегаем. Вот осторожно, тебя не должны видеть им. Так, я знаю, надо спрятаться. Так, я спрятался. Вот. Вот эту сцену показать. Сегодня я поймаю пару кухоненьких детей. Потом их помечу в охлаждаемый фургон. Завтра я поймаю новые кухонные дети. И свою работу я полностью влюблен. Да. Вот теперь наконец-то перевели его песенку. Я-то все думал, о чем он поет, этот род. А он вон о чем поет. Кстати, я это смотрели, наверное, видео на канале Лего Рэд. Я знаю, что надо взять карту. Твою мать. Рот лезет. Так, надеюсь, он до меня не доберется. Лучше подождать. Сто сейчас вылезу, и он на меня набросится неожиданно. Вот скример-то будет. Так, давай, упердывай отсюда. Рот у рот. Короче, смотрели видео, наверное, на канале Лего Рэд, где он сделал кастом рода и этот, как его машинку. Я тоже хочу такие сделать. Вот сейчас уже делаю. Окей, и мы поехали в цирк. Тут вот у нас кат-сцены. Это у нас маленький род. Ну, точнее, род школьник. Вот этот вот мороженщик. Тут я не понимаю, почему я так отличаюсь от других. Я на самом деле не ем так много, чтобы быть таким толстым. Это правда, я недавно попробовал несколько скук специального мороженого моего отца. Но это было всего один раз. Почему я другой? Толстяк, толстяк, толстяк. Я не хочу быть таким. Да, вот только... Ну, я-то в курсе уже. Ещё с самого начала говорилось, что типа род продолжает рецепт своего отца. Готовит мороженое по рецепту своего отца. Но вопрос. Рот, наверное, спиртом... Мне не были понятны мотивы рода с самого начала. Для чего он это делает? Ну, теперь мне хотя бы понятно, чего он делает от своего мороженого. Так, Джей, помоги мне выбраться. Я в курсе. В курсе я. Так. Я в курсе уже. Короче. Мне непонятны мотивы были рода. Но теперь-то они хоть понятны. Он, видимо, собирается отомстить детям, которые его дразнили. Вообще, он после этого, видимо, не любит всех детей. Потому что они его дразнили. Так. Сейчас нам надо исследовать мусорки. Поиграем, так сказать, бомжей. Ну, кажется, теперь мне понятно, чего род это делает. Но мне по-прежнему непонятно, а нахрен ему тогда воровать детей. Если он их просто чисто травит своим мороженым. А вот про отца мне тогда вообще ничего не понятно. Ой, род. Быстренько исследуем мусорку и валим отсюда. Так, мне ни хрена нет. Так вот. Вот если этот... А для чего тогда его отец сделал вот это мороженое? Вопрос. С родом-то понятно. А вот нахрен это потребовалось его бате? Ещё один вопрос. Возможно, ответы на эти вопросы мы узнаем в следующей части игры. Блин. Я, кажется, загнал себя в тупик. Ты опять ни хрена нет. А-а-а, ни хрена подобного. Прощай, рот-урот. Оу, щит. А вот теперь реально тупик. Ну ничего, сейчас я от него свиняюсь. Э-э-эй. Как там? Этот Green City Bricks, когда про тебя делал мультик, как он тебя там обзывал? Панно в стаканчике, говно на палочке. Ты когда-то от меня отстанешь уже. Не, у меня, собственно, обзывалка для родов. Точнее, кличка. Рот-урот. Так, походу, то, что нам нужно, лежит вон в той мусорке. Вот, специальный пропуск. С его помощью мы попадем в магазин комиксов. Это и есть то самое секретное убежище, про которое говорил Лис в самом начале. Эй, Джей, добро пожаловать по тайной логово. Это Чарли. Добро пожаловать по тайной логово. Я тут король. Вот этого пацана зовут Чарли, походу. Получается, потому что... Ну это тот самый пацан, которого мы спасли в предыдущей части. Его у нас Чарли зовут, как я уже сказал. Так. Вон тут другой пацан. Его зовут Майк. Как дела, Джей? У меня есть редкий предмет, который я обнаружил. Конечно, ты знаешь, что с ним делать. Если ты принесешь мне что-нибудь красивое, я дам тебе его. Я знаю, что ему нужно принести, потому что я играл уже частично. Он Чарли говорит... Так, это невозможно. Ты заслуживаешь этого мощного оружия больше, чем кто-либо еще. О! Что? Он мне его сразу дал? Но я же еще не прошел мини-игру. Круть! Все. Соси, чертов, торговый автомат. Тьфу ты, игральный автомат. Че я, блин, пизданул? Дичь какую-то сказал. Игровой. Тьфу ты, торговый. Я его назвал, блин. Ой, я балбес. Ну, зашибись, теперь у нас есть оружие против рода-урода, которым мы можем воспользоваться. Ладно. Нам теперь надо подняться на крышу одного из зданий. Точнее, не на крышу. Просто чисто его исследовать. Одну квартирку. Вот эта вот дверь. не открывается почему-то. Ой, рот. Да, вот туда нам как раз надо было. О, кстати. У меня же есть оружие. Получай поебалу. Поебалу, на! Вот так вот. Так, вот двери эти тоже заперты. Их открыть нельзя. Там я знаю ничего интересного. Вон, снеговички. Короче, ну мне кажется, это чисто для Нового Года сделали обновление. Я говорил, разработчики сделают обязательно новогоднее. Думал обновление. Я думал, сделают новогоднее обновление Монахини, Мистера Мита или первого рода. Они сделали второго рода. Кстати, обновление Мистера Мита вот недавно совсем сделали. Я тоже его засниму, а то я, блин, хэллоуинское обновление так и не заснял. Так, короче, нам сюда пока рано. Нам надо вешалку отыскать. Короче. А вешалка, она у нас тут. Надо делать всё быстро, пока рот не проснулся. Во-первых, нам нужно найти кошачий корм. А во-вторых, вешалку. Так, вешалка вроде тут всегда висит. Да, вон она. Сука! Рот проснулся. Прячемся. Да, я что заметил, почему-то фонового музона нету. Есть фоновый музон только тогда, когда рот за мной охотится. Ну и в самом начале. А вон он, кстати, идёт. Кстати, он, я уже говорил, он совершенно не страшный, этот рот. Вот монахиня, как самая первая игра, вот этого разработчика. Она была вот реально страшная. Я боялся поначалу этой монахини. Потом я только к ней привык. Ну, правда, я иногда всё равно орал, если она внезапно появлялась. Потому что у неё привычка вот так вот орать. Вот так вот, я уже говорил. Вот так вот. Так. Ну, рот вроде ушёл. Прячемся. Сука, услышал всё-таки. Блин, надо его подстрелить. Чтоб не мешался. Чё-то я знаю. Не понял. Я тебя не понимаю, о чём ты там базаришь, мороженщик. Оу, щит. Ты когда ты от меня отстанешь уже? Говно на палочке. Рот у рот. Дай мне игру нормально пройти, а то зарядку всю просру. Которая у меня не так мало. Тьфу, друнь, не так много. Так, я чё-то ещё хотел сказать. Ты опять здесь, ушлёпок? Да когда же ты от меня отстанешь, наконец-то? Вот ушлёпище. Иди отсюда. О! Твою дивизию. Вот гота. Блин. Теперь ещё придётся сбегать. О! Фоновый бузон. Итак, короче. Во-первых, нам нужны кусачки. Так. Та-та-та-та-та. Они нам обязательно нужны. Так. А я не понял. А где... А-а-а! Нам же ключик нужен. Вот я долбоёба кусок. Нам нужен ключ. Но кусачки нам тоже нужны сейчас. Сейчас объясню для чего. Ой, ты падла, блядь! Получи поебалу. Хватай кусачки. Линяем. Пока он не проснулся. Так. Нам нужны свечи. Вот. Вот. Короче, там я перерезал провод. Так. А теперь ты... Фу. Короче, свечи надо на кладбище будет поставить. Так. Вот, кстати, моя пушечка. Так. Вот ты... Вот ты пидорас, блин. Мороженый. О-о-о! О-о-о-о-о! Ну всё, мороженщик. Цепизда. Иди сюда Сейчас получше по своей мороженой башке На Все А теперь живо исследуем Это что А мячик подобрать нельзя Чтоб его типа зарядить Нельзя А жалко В монахине жвачку подобрать можно Так, ладно Срочно ищем кошачий корм Так О, ванная Так, ёршик для унитаза Я бы использовал этот ёршик Чтобы прочистить жопу этому чёртову мороженщику Так Жалко тут ванну Нету Или вот хотя бы этот ёршик Нельзя взять Я бы тогда прочистил этому мороженщику Его шоколадный глаз А где кошачий корм? Здесь кошачий корм лежал Твою мать Вот гондон-то, а Чё-то я, блин, его Костерю, как последний сапожник Ладно Воспользуемся вешалкой Здесь, короче, надо будет от него ехать Интересно, а он за мной полезет? Твою мать! Всё Мороженщик, я от тебя съебался Так У нас здесь люк В канализацию цирка он ведёт И здесь вот рот до меня не доберётся Всё Теперь мне не понадобится больше эта вешалка Но у меня по-прежнему вопрос А где мне тогда этот, как его искать? Кошачий корм Вот здесь канализацию жалко Исследовать всю нельзя Можем воспользоваться только вот этим люком Мы тут вылезем сейчас в одном местечке Так, вот здесь надо найти шестигранный ключ Чтоб этот, как его Болты открутить И баллон взять Его потом взорвать на кладбище надо будет Открываем щеколду Ах ты Хули ты тут делаешь? Говна кусок О, блин Как же у меня уже бомбится этого мороженщика Как он мне надоел Честное слово Так Но должен же здесь быть кошачий корм Он же здесь всё время лежал Серьёзно? Он в мусорке? Так, ладно А теперь Ах ты Ну всё Ты уже мне ничего не сделаешь Рот-урот Сейчас получишь банкой по ебалу А Даже не по башке Но я его всё равно вырубил У него контузия, так сказать Так Банку сюда кидаем А теперь на кладбище ездим Всё Посреди огней вечерних и гудков машин Мчится тихий огонёк моей души Вот мы и приехали на кладбище Так Ну ладно Кстати После того, как я сделаю крафт и кастом с этим мороженщиком Так Вот там на ветке сидит кошак Вот ты Вот падл Рот Ой-ой Я промазал Я промазал Проклятый мороженщик Надо было мне с собой Пистолетик прихватить Знаете что? А поеду-ка я в филк Назад Соберу, пожалуй, назад свой пистолетик И Чтоб, если чё, можно было этого рода порешать Так Ты, ты падла Как ты меня спалил Ты вот ты где Ээээ, блин Ну я думал тебя вырубить Ладно Сейчас точно я тебя вырублю Да ты Ты охренел? Да ё-моё Чё ж ты будешь делать? Там Мороженщик Я ужусь О, наконец-то Всё Иди к чертям Ко всем мороженщик Мах Хорошо, что в моём городе Мороженое не развозят на фургончиках Вот на таких То мне уже покупать его бойзно Так Род где-то поблизости Сейчас я его порешаю Вот ты где На Ушлёпок Так У нас тут, короче, могила отца рода Надгробная плита Вот смотрите, короче, тут капсцена Летит Отец Ты был моей единственной семьёй Я никогда не встречал маму, но это для меня не имело никакого значения Мы с тобой были отличной командой Я всегда хотел быть таким же успешным мороженщиком, как ты Хотя я бы хотел, чтобы у тебя было больше времени для меня, как для ребёнка У меня было так много проблем в школе Теперь я старше и могу о себе позаботиться Со временем каждый получает то, что заслуживает И разбилось Разве не так, отец? И вот, короче, история, как у мороженщика появилась его маска В общем-то Вот сюда надо поставить свечи рядом с могилой Ой, блин, опять рот припёрся Так А куда я дел консервы? Сука, мне консервы нужны Твою мать Я чё, консервы проебал? Айс-крем-мейкер хотят от меня? Ядарён, батон Я консервы проебал Твою ж дивизию Где консервы? Мне срочно нужны консервы Где мои консервы? Ты сожрал? Признавайся, у шлёпок Ты сожрал мои консервы? Ух, тварь ненасытная Чё, очнулся? Хе-хе-хе Очнулся По-моему, я консервы По-моему, я консервы в цирке оставил Да нет, вот же они Ой, пипец, я дебил и кусок Поехали назад Надеюсь, там никаких помех со звуком нету Так, кладём консервы сюда Сейчас кошак спрыгнет Его надо взять Так, а теперь едем В кинотеатр Сейчас должна быть Та самая катсцена Которую мой брат пропустил Случайно Или нет Но Ну, короче, эта катсцена Всё равно должна быть Мазафака Где этот мороженщик? Там Он там обычно Ой-ой-ой Так У нас есть будильник Так Блин Я не могу даже увидеть Здесь мороженщик или нет Мне даже вылезать отсюда опасно Кто-то храпит Он ещё Вон он где Сюда я попасть не могу Писк Доступ ограничен О, музон появился Фоновый Так Теперь нам надо Исследовать Багажники У автомобилей Мой рот Не мешай мне, пожалуйста Ты не видишь? Я тут Граблю людей О, вот духи Парфюмы Вот нам нужны духи, короче Потом тут всякая дичь ещё в машинах будет Но она нам не нужна Нам нужны именно духи Так, отстань от меня Отстань от меня, мороженщик Так что мне надоел уже Так Мы здесь где-то, короче, должны ещё шестигранник найти О, шестигранник Несём его в машину Так, а теперь Нужно забрать духи А Чё, чё идёшь? Хочешь понюхать, да? Хочешь понюхать Ну так нюхай, сука Блин, не получилось Всё, сделал типичный момент Да ты, блин О, всё Чё, нанюхался? Убойные духи, правда? Ха-ха Так, едем сюда Эти духи нужны майку Фух Укрылся я тут от мороженщика На Превосходно, конечно Я могу с этим что-то сделать Так, всё Он дал мне ручку, короче Теперь едем назад на кладбище Всё, в кинотеатр нам больше ездить не надо Или стоять А, блин, я ещё в кирпе кое-что не сделал Погодите немного Так, нам нужен шестигранник Чтоб забрать тот газовый полон Опять этот ушлёпок Всё Ты меня не поймаешь Мне глубоко пофиг на тебя Так, закрыться я не могу А жаль Самое главное, чтоб этот Ушлёпок До меня не добрался А вон он где Уйди от меня, каянный Сейчас Ой, блин Тяжёлый полон Надо было подумать Так Поиграем в догонялки Всё Дело в том, что я вижу, что ты сидишь там Такой маленький Я только не пойму, почему Отца Рода Маска Вот эта вот, которая разбитая Такой беспомощный Иногда я забываю, что был таким Да, ты должен помнить Оскорбление, драки Все эти грязные и отвратительные дети Это нас показывают Типа этот Сердце Рода Типа он этот Злится Я ненавижу их Ненавижу Нет 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 Наберись терпения Привысвети себя усердной работе Чтобы накопить как можно денег Убирайся из этой адской школы Она не подходит для тебя, мальчик Не сдавайся В конце концов ты победишь Обещаю Так и он типа сбрасывает оковы сердце Мне попросить отца о помощи Нет Он тебя не послушает Он скрывает много секретов Которые тебе придётся открыть позже Ты станешь таким же хорошим мороженщиком Как и он Запомни мои слова, сынок Ты узнаешь, как отомстить всем И сердце сужается К тебе придёт неожиданная помощь Посьму от твоей мамы В котором она наконец расскажет тебе что-то важное Послушай, малыш У тебя всё будет хорошо И он такой Или может быть Я так и не понял Если там написано Персонаж и малыш Рот Получается ты Рот Но почему тогда с ним Рот разговаривает А не отец Рота Я не понимаю вот этого тоже Ну ладно Третья часть должна всё объяснить Джей, помоги мне Сюда, пожалуйста Так Так Где Рот Вот ты где Так Не мешай мне Ойё, надо срочно заканчивать Телефон садится Ничего Сейчас закончим Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так Тут где-то должна быть трещина Вот она Сюда надо поставить баллон Так, будильник Блин, да что ты всё болтаешь? Я знаю, что я тебе должен помочь Помогу я тебе Твой брат молчал, Чарли Да, Чарли это её брат, кстати Так, ладно Надо дождаться, пока очнётся мороженщик Блин, он меня спалил Да иди сюда Ты должен поджечь свечи Ты должен свечи поджечь Да не пали ты меня Свечи подожги Додик Да почему-то свечи-то не поджигаешь Подойди ты уже и подожги эти свечи Я знаю Я его заставлю Иди-ка сюда Да-да-да-да-да Молодец, молодец Иди сюда, род Иди сюда Вот Ой-ой-ой-ой Нет-нет-нет Нет Не сюда Надо тебя отодвинуть К могиле Ты должен будешь зажечь свечки Блин, чё я наделал Ой Ядрён батон, я в ловушке Я в ловушке Чё мне делать Меня аж он заморозит Блин Ладно Сейчас сбежим Запись-то идёт? А где запись? А, фух, запись идёт Я в ловушке Ой-ой-ой. Не вовремя. Так, возвращаюсь на кладбище. Я знаю, нам надо приманить Рода. Мороженщик, иди сюда. Ну что? О, вон он. Да, он поджёг свечи. Он там что, крестился? Пресс-эфтопэреспект. А, он спичный коробок обронил. Ща я устрою взрывчик. Ща рванёт. Блин, я загнал себя в ловушку. Но ничего, всё. Самое главное не слиться. Потому что если я сейчас сольюсь, то всё. Это пипец будет, ребята. Так, нужен молоток. Где молоток? Молоток где? Вот он. Молоточек. Я снова на воле. Где этот Род? Щас он получит. Молотком. Прямо по своей мороженой башке. Ни хрена себе, как я его ушатал. Вот лох-то мороженый. Лох мороженый. Ха-ха-ха. Вот как я его ушатал. Круто. Так. Лучше сразу пристрелить мороженщика. Чтобы он мне не мешал. Род. Род. Я знаю, ты где-то здесь. А, вон он. Давай. Иди сюда. Огонь. Всё. Так, ладно. А теперь нам нужна ручка от алтаря. Вот. Я здесь уже не проходил. Сейчас вот и увидим. Так. Мне нужна ручка от алтаря. Ручка от алтаря. Ручка от алтаря. Ручка от алтаря. Ну, правда, там написано дверная ручка. Но, на самом деле, это ручка от алтаря. Как я понял. Так. Вот мы в часовню пришли. Тут есть двери, но в них ничего нету. Библия. Или что там. Так. Открываю алтарь. Тут у нас сундучок. И в нём ключ от клетки. Здорово. Идём освобождать девчонку. Так, вопроса. А выбираться-то я отсюда как буду? Как я отсюда буду выбираться? Эм. Вот так просто? Ну, ладно. Поехать в окрестности, чтобы использовать ключ. Всё. Юху. Наслаждаемся концовкой. А вот концовка будет не такая, как вы ожидаете. Сейчас увидите почему. Итак, я выскакиваю, а она нет. Нет, я не могу. Если я прыгну с ключейся с фургона, то травмируюсь. Вот дура. И всё, и род её увёз. К себе домой, я так понял. Смотрим дальше. Тут вот эти вот пацаны сидят. Чарли, это Лиз, твоя сестра. Да, это она. Как ты там оказалась? Я не понимаю, как это могло произойти. Подожди, Лиз. Эй. Чёрт возьми. Как дела, Лиз? Я люблю тебя с первого дня, когда тебя увидел. Надеюсь, ты чувствуешь то самое. Ты меня любишь? Да или нет? Майк. Вот он и написал любовное письмо, но накрылось оно медным тазом. Всё. Всё. И музон такой же, как и в начале. Тут в конце первой части был. В этот раз нам дали молоко и яйца. Я вот думал, мне кажется, здесь есть какая-то логика. В первый раз нам дали блендер. Теперь нам дали молоко и яйца. В следующий раз нам что-то ещё, думаю, дадут. И надо будет из этого всего замешать. Мне кажется, в следующей части мы уже поедем в дом к самому мороженщику наконец-то. Посмотрим. Увидим наконец-то, возможно, как он делает своё мороженое. И раскроем его секрет. Возможно, даже увидим мороженщика без маски. Очень бы хотелось. Потому что я знаю, как выглядит маленький мороженщик в детстве. А как он выглядит сейчас, я не знаю. Ну ладно, всё. На этом всё. На этом ролик подходит к концу. В следующий раз будет видосик по мистеру Миту. До свидания.